Здравствуйте, дорогие дети! Тема сегодняшнего занятия – построение графика функций в заданиях ОГЕ. Итак, первая задача. Постройте график функции у равно 2х плюс 1 деленное на 2х квадрате плюс х и определите, при каких значениях k прямая у равная kx имеет с графиком ровно одну общую точку. Давайте рассмотрим заданную функцию. Функция вида у равная 2х плюс 1, 2х квадрате плюс х называется дробно-рациональной функцией, потому что мы видим в числителе знаменатели многочлены. Значит, графиком дробно-рациональной функции является гипербола. Давайте мы сначала определим область определения данной функции. Для этого мы знаем, что знаменатель 2х квадрате плюс х не должно равняться 0. Мы все понимаем, в дроби на 0 делить нельзя, знаменатель не равен 0. Но давайте преобразуем. Здесь можно за скобку вынести х. Получается, внутри скобки 2х плюс 1 не должно равняться 0. Произведение двух выражений не равно 0, когда х не равно 0 и выражение 2х плюс 1 не равно 0. Здесь упростим. Мы получим 2х не должно равняться минус 1 или х не должно равняться минус 1 2. Значит, областью определения данной функции является вся числовая прямая, кроме 0 и минус 1 2. Поэтому запишем. От минус бесконечности до минус 1 2. Объединение от минус 1 2 до 0. Объединение от 0 до плюс бесконечности. Теперь, чтобы построить нашу дробно-рациональную функцию, надо сначала упростить данное выражение. Выпишем выражение, задающую нашу функцию. Это будет 2х плюс 1, деленное на 2х в квадрате плюс х. Преобразуем. Внизу знаменатели вынесем за скобку х. Внутри остается 2х плюс 1. И в числителе перепишем выражение 2х плюс 1. Видим, что у нас и в числителе, и в знаменателе имеются одинаковые выражения. Давайте сократим на это выражение. И мы получим с вами дробь 1, деленная на х. Тогда перепишем наше уравнение функцию у равно 1 на х. Вы заметили, что здесь задана обратная пропорциональность функции. И графиком обратной пропорциональности является гипербола. Теперь мы построим здесь нашу гиперболу. Для этого мы зададим таблицу х, у. И давайте очень хорошие значения аргумента х мы здесь запишем. Посмотрим. Начнем давайте с минус 4. Подставляем вместо х минус 4, у получаем минус 1 четвертую. Давайте посмотрим минус 2. Запишем. Единица на минус 2. Получается дробь минус 1 вторая. Запишем. Минус единицу. Представим, будет у минус 1. Рассмотрим минус 1 вторую дробь. Что получается? Если вместо х я подставлю минус 1 вторую, при делении в знаменателе дробь переворачивается, то есть получается у меня число минус 2. Точно так же рассмотрим и для положительных значений чисел 1 вторая, единица 2 и 4. Вычисляем. Единицу делим на 1 вторую, дробь перевернется 1 вторая, получится ровно 2. Единицу подставим, будет единичка. Двойку сюда подставим, будет дробь 1 вторая. Если четверку аналогично, будет 1 четвертая. Ну, давайте теперь на нашей координатной плоскости отметим эти точки. Рассмотрим. Минус 4. Это минус 1 четвертая. Это где-то здесь. Аккуратненько рисуем точку. Минус 2. При х равном минус 2. У минус 1 вторая, чуть-чуть ниже первой точки. Минус 1 сюда ставим, будет ровно минус 1. Если мы подставим минус 1 вторую, получается у минус 2. Здесь получается, так запишем, минус 2. Так, следующие. При положительных х 1 вторая будет двойка. При двойке единички будут единица. Здесь. При двойке 1 вторая. Здесь. И при четверке 1 четвертую. Тоже аккуратно рисуем. Ну, теперь мы плавной линией соединим наши точки. И как раз таки мы с вами получим ветви гиперболы. Построили нашу заданную функцию, наш график. у равная 1 на х. Теперь вернемся к условию задачи. Смотрите. При каких значениях к прямая у равная к х имеет с графиком ровно одну общую точку. Значит, у равная к х, прямая, это график прямой пропорциональности. Она проходит обязательно через начало координат. Через начало координат. Вот здесь. Значит, наша прямая должна пройти через начало координат и при этом пересекать график гиперболы. Теперь мы обращаемся к нашей записи, когда мы находили область определения функции. Смотрите. х у нас не должно равняться 0 и минус 1 второй. Значит, при х равном минус 1 второй и у минус 2, вот здесь отмечаем, у нас должна быть выколотая точка. Мы обозначим при минус 1 второй, вот эта точка как раз таки у нас выколотая точка. Здесь нужно записать точка с координатой минус 1 вторая, минус 2, выколотая точка. И тогда наша прямая, проходящая через начало координат, чтобы она имела с графиком только одну общую точку, должна пройти именно через начало координат точку 0, 0 и нашу точку выколотую минус 1 вторую, минус 2. Давайте нарисуем эту прямую, значит, проходит через эту точку и нашу выколотую точку. Так, получается вот такая прямая. Вот смотрите, значит, получается у меня прямая у равная к х имеет с графиком ровно одну общую точку, вот эту точку. Здесь у нас выколотая, поэтому не считается. Значит, наша прямая проходит через две точки начало координат и нашу выколотую точку. И теперь мы должны найти, при каких к это получается. Для этого мы подставим значение выколотой точки в функцию нашу. Получается, вместо у подставим минус 2, к умножить, вместо х подставим минус 1 вторую. Ну, затем найдем с вами, к равно минус 2 разделить на минус 1 вторую, и к получается равно 4. Значит, ответ при к равном 4, запишем, ответ при к равном 4 условие задачи выполняется. Теперь рассмотрим следующую задачу. Постройте график функции у равно 3 минус х минус 3, деленное на х в квадрате плюс 5х, и определите, при каких значениях м прямая у равная м не имеет с графиком ни одной общей точки. Решение данной задачи аналогично решению выше рассмотренной задачи, но единственное здесь нужно обратить внимание на то, что наша прямая у равная м, она проходит параллельно оси х, и смотрите, если она проходит через нашу выколотую точку, то, естественно, наш график не имеет общих точек с гиперболой. Это раз. Значит, наш ответ у равное м, это значит м 3,2. Вот здесь, если внимательно рассмотрите, мы с вами нашли выколотую точку, это будет с координатой минус 5 и 3,2. Следующая прямая у равная 3, как раз таки тоже не пересекается с графиком функции у равная гипербола, поскольку ветви гиперболы будут максимально приближаться, но не пересекать данную прямую. Итак, наша задача решена. Наш ответ при м равном 3 и 3,2 прямая у равная м не имеет общих точек с нашим графиком. Урок окончен. Всего хорошего. До свидания. Добрый день, ребята. Мы продолжаем повторять с вами углы, связанные с окружностью. Итак, сейчас мы поговорим об угле между касательной и хордой. Если нам дана касательная и хорда, проходящая через точку касания, то угол, заключенный между хордой и касательной, измеряется половиной заключенной в нем дуги. То есть угол альфа равен 1,2 дуги АВ. Решим задачу. Нам дана окружность центром в точке О, касательная АЕ к этой окружности, хорда АВ. И известно, что дуга АЦБ относится к дуге АКБ как 3 к 5. Нужно найти угол ВАЕ. Итак, что означает эта пропорция 3 к 5? Это, ребята, означает то, что дуга АЦБ состоит из трех равных кусочков, а дуга АКБ состоит из пяти таких равных кусочков. Решение. За х мы обозначим величину одной части. Тогда дуга АЦБ будет равна трем таким кусочкам. Дуга АКБ будет равна пяти таким кусочкам. Вместе они составят всю окружность. А мы с вами знаем, что сумма дуг всей окружности равна трехстам шестидесяти градусам. То есть 3х плюс 5х будет равно 360 градусов. Решаем это уравнение. 8х равно 360. И значит, х равен 360 разделить на 8. Х равен 45. Возьмем градусы и поставим. Хотя в уравнениях, ребята, градусы ставить не нужно. У нас нет никаких величин. Мы нашли величину одной части. А нам нужно узнать, сколько градусов будет содержаться в дуге АЦБ. Дуга АЦБ состоит из трех таких кусочков. Значит, 3 умножим на 45. И мы получим 135 градусов. Но мы на вопрос задачи пока не ответили. Опираясь на предыдущее свойство, которое мы проговорили, мы знаем, что угол ВАЕ измеряется половиной дуги, которая заключена в нем. То есть половиной дуги АЦБ. И значит, угол будет равен 135 градусов. Мы делим на 2. Это будет равно 67 с половиной градусов. Или мы можем записать как 67 градусов 30 минут. Итак, мы с вами ответили на вопрос задачи. Угол ВАЕ будет равен 67 градусов 30 минут. В этой задаче мы применили тот факт, что угол между касательной и хордой, проведенной в точку касания, измеряется половиной дуги, заключенной в этом угле. Следующий угол, о котором мы поговорим, это угол между двумя секущими. Между двумя секущими. АЦ и АЕ – это секущие, проведенные из точки А. На нашей окружности они отсекают дугу ВД и дугу СЕ. Величина угла альфа между данными секущими будет измеряться как половина разности дуги СЕ и дуги ВД. Итак, угол между двумя секущими, проведенными из одной точки, измеряется полуразностью дуг, заключенных внутри этого угла. Решим задачу на применение этого свойства. Итак, нам дана окружность центром в точке О, две секущие МД и МС, которые пересекают эту окружность в точках АД и ВС соответственно. И дано следующее условие, что дуга АВ относится к дуге ВС, относится к дуге СД, относится к дуге ДА как 3, к 2, к 13 и к 7. Нам нужно вычислить величину угла АМВ. Итак, мы с вами в предыдущей задаче проговорили, что отношение означает, что каждая дуга состоит из определенного числа равных частей. Тогда из условия следует, что дуга АВ будет равна 3 равным частям, дуга ВС будет равна 2 равным частям, дуга СД будет равна 13 таким частям, и дуга ДА будет равна 7 таким частям. Сумма всех дуг равна 360 градусов. Записываем равенство 3х плюс 2х плюс 13х плюс 7х равно 360. Отсюда 25х равно 360, х равен 360 разделить на 25, и х равен 14,4. Нужно ли нам находить, ребята, величину всех этих дуг? Нет. Нам необходимо знать величину дуги ДС и дуги АВ, которые заключены внутри нашего угла искомого. Найдем величину дуги АВ. Для этого 3 умножим на 14,4. Это будет равно 43,2 градуса. Дуга ДС равна 13 таким частям. И вот здесь я хочу подсказать вам маленький лайфхак. Смотрите, чтобы умножить 13 на 14,4 быстро, мы можем применить распределительный закон умножения. 13 – это 10 умножить на 3. 10 умножить на 14,4 будет 144. 3 умножить на 14,4 мы уже с вами сегодня получили результат. И в ответе получим 187,2 градуса. Итак, ребята, угол АМВ равен полуразности дуг ДС и АВ. Она равна 144 градусам. И значит, угол АМВ будет равен 72 градуса. 72 градуса. Хорошо. Итак, мы применили свойства об угле между двумя секущими, проведенными из одной точки. Следующий угол – это угол между двумя пересекающимися хордами. Это свойство есть в ваших учебниках, поэтому быстренько проговариваем его. Угол между двумя пересекающимися хордами равен полусумме дуг, заключенных между их концами. Задача. Нам даны две пересекающиеся хорды. Дуга СВ равна 110 градусов, угол между хордами 72, и нам нужно найти величину хорды ВД. Для этого сначала нужно найти величину хорды АД. Сумма этих двух углов, двух дуг равна удвоенному углу 72. Значит, 110 плюс х равно 72 умножить на 2. Отсюда 110 плюс х равно 144, и х дуга будет равна 34 градусам. Чтобы найти величину дуги ВД нам нужно теперь из 180 градусов, потому что АВ у нас диаметр, вычесть величину дуги АД. 180 градусов минус 34, получится 146 градусов. Вот такая задача. Итак, очень быстро мы проговорим с вами, чему равен угол между касательной и секущей, проведенной из одной точки. Этот угол равен полуразности дуг, заключенных между ними. Угол Альфа равен 1 2 дуги ВД минус ВС. Итак, ребята, мы рассмотрели с вами несколько углов, связанных с окружностями. Некоторые из них не входят в рамки школьного учебника, поэтому я думаю, что этот материал будет вам полезен во время подготовки к экзамену. Я желаю вам всего доброго. Спасибо. Спасибо.